Всем привет! Сегодня в гостях у нас на замерах Audi TT практически актуального поколения, это дорестайлинговая модель, рестайл у нас не продается, двухлитровый двигатель TFSI в стоке выдает 230 сил и заявленная динамика 5,3 секунды до сотни, то есть в принципе достаточно бодрая машина, причем снаряженная масса именно замерена не в документах, а замерена в районе тонны 600, то есть это не легкий автомобиль, при том, что выглядит достаточно компактно, но едет свои 5,3, во всяком случае на бумаге. Но владелец этого автомобиля ему этого показалось мало, поэтому он сделал стейдж 1+, то есть довольно злая прошивка и даунпайп. В сумме около 320 лошадиных сил плюс-минус и какая-то весьма многообещающая динамика, которую нам следует сейчас проверить, но естественно перед тем, как мы приступим к замерам, проведем небольшое блиц интервью владельца. Владелец автомобиля Николай, приветствую. Привет, Светлана. Первый вопрос, почему ты выбрал именно Ауди, марку Ауди? В семье у меня было несколько Ауди, машин, правда машин побольше, это А6, остался приверженцем марки. А выбрал ТТ, почему? Захотелось маленького, комфортного, достаточно, в кавычках автомобиля, который очень хорошо рулится. Семейная машина, я так понимаю, не особо была нужна, потому что это чисто двухместный автомобиль. Да, у нас с женой нет детей, тем более у жены есть второй автомобиль, поэтому решили вот выбрать. Почему бы себя и не порадовать. В стоке 230 сил, как я уже сказал нашим зрителям, почему ты сделал стейдж, да еще и такой достаточно злой, стейдж 1+, не хватало мощности? Да, не хватало, потому что пересел я с А6 3D FSI, мотор, он тоже был на чипе, это компрессорный мотор, очень мощный, там было более 400 сил, и динамики стоковой ТТшки не хватало. Да, кстати, надо сказать, я забыл упомянуть, машина-то у нас полноприводная, соответственно с реализацией этой мощности особых проблем быть не должно. Другой вопрос, какой пробег у автомобиля сейчас? Пробег 54 тысячи. Достаточно приличный. Был ли за этот пробег какие-то были проблемы, гарантийные обращения, нюансы? Я второй владельец этого автомобиля, у первого владельца на 35 тысячах менялся термостат, это болезнь ТТшек и конкретно мотор 2 FSI, на дилере по гарантии заменили термостат. Ну то есть это единственное, что было? Единственное, больше, да, только расходники, только масло, фильтра. Машиной ты как вообще, доволен? Машиной, именно чтобы подубасить по городу, доволен. Но в качестве как бы единственного автомобиля и зимой спорно достаточно. Хотя многие люди ездят. Я понимаю, зимой, наверное, ты имеешь в виду дорожного просвета этого автомобиля. Вряд ли из-за пока нет. Да, и все-таки вот ты сказала, Сатур, что полный привод зимой вытягивать, но здесь псевдополный привод тут не кватро, как таковый классический, а через муфту он реализован. То есть по идее это переднеприводный автомобиль с подключаемыми задними колесами. То есть это не Торсон. Да, этим сейчас его никого не удивишь, но хоть так, хотя бы не передний привод, как на мини-GCV, чтобы он просто буксовал на месте, как у меня это происходит. Последний вопрос. Какую динамику ты ожидаешь увидеть, исходя из тех цифр, что мы услышали? Ну, надеюсь, по погоде плюс 23 градуса увидеть 4,3, 4,4. Ну, то есть если мы покажем 4,3, 4,4, в целом это будет хороший результат? Да, я мерил этот автомобиль весною в плюс 15, он показал 4,0. Но это было в идеальном условии для автомобиля, поэтому сейчас такую погоду вряд ли. Я думаю, надо заявленные тобой цифры запикать, чтобы для всех сохранить секрет по итогу нашего видеоролика. Ну, окей, давай проверять, что у нас получится. Спасибо за интервью, а мы поехали. Ну, а мы приступаем к замерам этой красотки Audi TT. И да, небольшое отвлечение. Мне действительно очень нравится модель TT. Мне нравятся все компактные драйвовые зажигалки, потому что я и сам являюсь владельцем мини-Джон Куперворкс. Хэтча это веселая машина. Все, что маленькое, все, что хорошо рулится, все, что очень такое юркое, быстрое, интересное и динамичное, это всегда интересно. И вот такую машину, тем более со Stage 1+, мне очень хочется испытать просто для себя, для понимания, как этот автомобиль может поехать. Перед тем, как мы приступим к замерам, давайте посмотрим, что у нас по внешним данным. Наружная температура 22,5 градуса. У нас половина топливного бака, то есть, в принципе, неплохие условия для замеров. Абсолютно сухое покрытие, достаточно цепкая резина. На круг все выходит более чем хорошо. Мне ассистирует Samsung Watch 3 в вопросе слежения за моей камерой GoPro, чтобы я все-таки в какой-то момент не упустил, что у меня съемка остановилась. Такое, увы, иногда бывало, приходилось переснимать. Но, кстати, насчет самих часов, если вдруг вы будете заинтересованы в приобретении аналогичных часов. Кстати, очень интересное предложение есть и на женский вариант, такие розоватые, красивые. Я даже подумываю о таких для моей супруги. Так вот, если вы задумаетесь о покупке данных часов, обращайтесь в компанию partner onegalaxy.ru. Если вы укажете промокод ASATUR, то получите дополнительную скидку в 5% на покупку смартфонов, планшетов и данных часов. Эта скидка суммируется и с другими бонусами. Пользуйтесь. Надеюсь, что и вам они понравятся. Я, кстати, о них как-нибудь отдельно расскажу, потому что реально очень толковый аксессуар. Ну, а сейчас приступаем. Первый заезд в комфортном режиме. Коробка в драйве. Здесь нет функции автохолд, поэтому я буду стартовать просто сначала отпуская тормоз, нажимая на газ. Поехали. Ух ты! 2.82. Мне бы в мой миник такую динамику. 5.23 в самом первом заезде просто наиболее лайтовая. То есть, в принципе, эта машина уже выехала в свой изначально заявленный сток. 5.3 секунды, напомню. 5.23 мы получили. Блин, классно эта машина едет. Вот я на своем канале не матерюсь никогда. И здесь, в принципе, тоже явного повода материться у меня нет. Но именно ощущение, всплеск эмоций она мне дала. Потому что старт, да, такой относительно спокойный. Но дальше очень бодрое ускорение. Все-таки, как едут бензиновые машины свои там приличные секунды, это не то же самое, как едут дизельные автомобили. Дизель, который я замерял, 530 дизель стейдж 3. 3.85, только задумайтесь, это ураганная динамика. Но по ощущениям она едет просто четко, стабильно, быстро. А здесь у тебя взрыв эмоций. Всплеск динамики. И, ну, ощущение очень крутое. А это только первый заезд. Давайте пробовать дальше. Во второй попытке переключусь в режим авто. И теперь помогу себе второй ногой. Одной ногой держу тормоз. Резко отпускаю тормоз. В этот же момент резко нажимаю на газ. 277. Как же смачно она ускоряется. 5,15 мы получили динамику. До 100. Да, очень неплохо. По моим личным ощущениям, из этих 5,15 секунды 2 уходит на то, чтобы начать разгон. А потом за 3 секунды она просто выпуливает. Ракета, хорошая штучка, мне нравится. Пробуем дальше. Сейчас я попробую замер со спортивной коробкой передачи. То есть пока режим движения остался авто. Но коробка уже переведена в спорт. Отпускаю тормоз, нажимаю на газ. 2,52, 0,104,55. Вау. Не с двух педалей, не какой-то режим лонч. Просто по факту я включил коробку в спорт. Даже режим еще не динамик. И 4,55. Прям достойнейший результат. Очень хороший разгон. Попробуем динамик. Переключаемся в режим динамик. Вот так. Все остальное то же самое. Коробка в драйв. Разве что, разве что. А давайте-ка мы включим систему стабилизации в режим спорт. Вот теперь надо попробовать. 2,56 и 4,64. Ну, здесь, конечно, вопрос скорее старта. Как хорошо машина зацепится, как хорошо она стартует, такой результат и получится. Но в целом едет она, конечно, достойно. Даже без применения двух педалей. Я думаю, что настало время. Ну, а перед тем, как мы начнем замеры в режиме launch, давайте проведем еще одни замеры и посмотрим, какая же в реальности здесь все-таки мощность и крутящий момент. В этом нам поможет династенд компании Reborn Technologies. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Замеры этой Audi TT показали аж 352 лошадиные силы мощности и 510 ньютон-метров крутящего момента. Очень достойные цифры. Сейчас мы проверим, на что они способны в режиме launch. Ну, а если вдруг вы захотите замерить свой автомобиль, обращайтесь к компанию Reborn Technologies. Контакты их будут в описании к этому видео. И укажите промокод ASATUR для получения скидки в 1000 рублей. Поскольку у этого автомобиля все, что касается охлаждения, осталось штатным, то есть никаких доработок интеркулера не производилось. Есть все-таки некоторые опасения, что пока я буду гнать вот эту свою стандартную программу, машина может немножко нагреться и динамика в режиме launch ухудшится. Поэтому я вот сейчас конкретно не буду проводить всю эту серию. Сначала сделаю замер в режиме launch, который вы увидите чуть позже. Ну, вот сейчас вы его уже видите. Для launch'а что от меня требуется? Надо переключиться в режим Dynamic. Коробка проверяем автоматом встала в Sport. Стабилизацию переводим в режим... Так, где у нас окошко с информацией? Стабилизация. Вот она сейчас горит. Это режим ESC Sport, то есть спортивный режим. Далее, выжимаю тормоз-пол, газ-пол. Если launch'а сработает, она должна будет поставить обороты примерно на 4000. Давайте поменяю вид, чтобы было нагляднее. Вот если мы увидим обороты в районе 4000, ждем примерно полсекунды и стартуем. Сработал. Погнали. Ух ты! 2.06. Это какая-то бешеная машина. Она прямо вгрызается в асфальт. 4.13. До сотни вот в этом бонусном заезде launch. Хорошо, продолжаем нашу стандартную программу. Ну, а вы сейчас посмотрите, как же она еще может поехать в режиме launch control. Вот мне интересно, хоть кто-то из вас, кто сейчас смотрел бонусный режим, вообще заметил, что я сделал? Вы вообще заметили, что я вместо отключения системы стабилизации отключил старт-стоп? Забавно, очень забавно. И при всем при этом, без отключения системы стабилизации, может, конечно, она была отключена, я уж не знаю, может быть, я что-то напутал сейчас, не вижу, что происходит. Ну, в общем, машина поехала хорошая, по-моему, 4.13. Давайте попробуем эту динамику улучшить. У меня стоит режим Dynamic, коробка в Sport. Система стабилизации сейчас, во всяком случае, уже точно переведена в режим Sport. Зажимаю тормоз, газ немного жду и стартуем. 2.08, ДТшка демонстрирует похвальную стабильность. 4.14 у нас результат. Но при этом, мне кажется, здесь есть ресурсы к улучшению этой динамики, потому что она просто старт теряет на пробуксовку. У меня создается ощущение, что она всеми четырьмя колесами успевает пробуксовать на момент старта, когда вот сцепление сходится и динамика реализуется в полной степени. Есть над чем поработать. Поэкспериментируем немножко. Быстрый старт, попробуем с полностью выключенной системой стабилизации и попробуем с коробкой, переведенной в режим Drive. Иногда это помогает. Попробую сейчас быстрый старт. Как только обороты у меня встанут примерно в районе 4000, сразу начинаем ускоряться. Может, даже чуть раньше. 2.26. По моим ощущениям, получилось все довольно неплохо. 4.35 динамика была связана с тем, что стартанула машина классно. Я думаю, что если даже посмотреть вот эти цифры типа 0.10, 0.20, может быть, там будет лучший результат, чем в тех замерах. Ну, я пока не вижу, поэтому не могу наверняка сказать. Но что касается дальнейших развитий событий, произошел какой-то затуп. То ли коробки, то ли чего-то еще. В общем, машина подтупила немного. Из-за этого не смогла вовремя ускориться, переключиться, разогнаться. И мы получили вот эту динамику, которую получили. Давайте попробуем сейчас полностью отключить систему стабилизации, потому что у меня есть подозрение, что она так или иначе может вмешиваться в наше движение, в реализацию всей этой дикой мощности. Поэтому сейчас выключена стабилизация, но старт буду делать, если машина, конечно, позволит это сделать. С 4000, опять-таки подождав примерно там полсекунды и стартовав. То есть не быстрый старт, а такой обычный, как предыдущий лунч заезда. Погнали. 2.11. 2.11 и 4.18. Ну, нет, лучше у нас не получилось. То есть плюс-минус то же самое, что и стандартный заезд в режиме лунч. Надо все-таки попробовать быстрый старт. Пробую ранний старт. Надеюсь, что все получится удачно. Но попытаюсь стартовать все-таки не с 3000-4000, а где-то примерно с 2000. То есть самый момент, как поднимаются у нас обороты. Давайте проверим. 2.19. И результат 4.23. Я так скажу, если стартовать так быстро, как я сделал сейчас, да, вряд ли мы сможем улучшить результат. Если стартовать чуть позже, я попробовал один раз так сделать, на моменте, когда она где-то стартует примерно с 3000 начинает свое вот это бешеное ускорение, обороты подскакивают аж до 4500, в этот момент коробка просит ее пощадить. Поэтому издеваться машиной я не хочу, хотя я понимаю, что в целом вот в режиме быстрого старта, если не давать оборотам стабилизироваться, она из четырех может выйти. Вот реально у меня такие ощущения возникали. Если коробка переключится как надо, именно сработает корректно, она из четырех выйдет, но все-таки как-то совсем это негуманно получается по отношению к автомобилю. Заключительная попытка. Все, как мы делали в обычных режимах launch. Даем оборотам стабилизироваться на уровне 4000 и стартуем. Помните замер Audi A8? Тогда она лучший свой результат показала в мануальном режиме переключения, но только переключалась машина сама. То есть я включаю мануал, но переключать непосредственно не стану. Чтобы она сама могла это сделать, в теории есть все шансы, что может получиться лучше динамика. Но так это или нет, сейчас мы проверим. 206 и вновь 4.14 стабильно штампует 4.13, 4.14, причем вне зависимости от того, что я здесь колдую. Никак это не помогает улучшить динамику, но и хуже она, как вы видите, не становится. Стоит ли пробовать еще? Нет, наверное нет. Я думаю, что достаточно мучений. Машина выехала в очень достойные цифры. Это цифры, которые не так давно были на уровне модели AMG, RS и M. А сейчас это 2 литра, просто 2-литровая, маленькая такая городская зажигалочка на полном приводе, которая штампует свои 4 с копейками секунды. И даже без режима launch едет около 4,5. Круто, реально круто. Я очень доволен замерами этой Audi TT. Надеюсь, что и вы довольны. Если вам ролик понравился, рассчитываю на вашу поддержку видеолайка, подписки, комментария. Если вдруг хотите замерить вашу машину, пока еще погода не превратилась в зиму, пишите, мой контакт указан в описании этого видеоролика. Напоминаю про промокод ASATUR на скидку в 5% в компании OneGalaxy.ru Переходите по ссылке на сайт OneGalaxy, он указан в описании к этому видео. Спасибо всем за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok